Но вы не выступаете открыто за таможенный союз, за Евразийский союз, за господин Тулянцев. А господин Тулянцев, да. Как здесь будете поступать со своей фракцией? Я попросил, не просто попросил, а настоятельно рекомендовал. У многих людей были амбиции, ведь за таможенный союз говорил и Петренко, не только Тулянцев, правильно? Я вам сказал, ребят, я говорю, не подставляйте меня, пожалуйста, я вот сейчас говорю вам очень искренне. Я говорю, потому что сегодня моя позиция, с которой я вернулся домой в феврале месяца, что я против, я выступаю за динонсирование договора с ЕС, но я не понимаю, что такое таможенный союз, вернее, понимаю, то есть информационно я понимаю, что создали что-то наперекор евроинтеграции, скажем так, встречный... Попрос по поводу динонсации. Каким образом вы собираетесь это делать? Уридически? Можете объяснить процедуру? Объясняю вам, Наталья. Смотрите, значит, я имел те же встречи, многие на которых я находился даже с некоторыми представителями сегодняшней коалиции, в том числе и в Брусселе. Я знаю реально, что стоит за... Господин Александр, я вас спросила, каким образом вы собираетесь это сделать? Потому что динонсацию может инициировать МИД, Министерство иностранных дел, президент, правительство. У вас нет ни правительства, ни президента, ни МИДа. Как вы собираетесь динонсировать? Вы хотите сказать, что техническое большинство в парламенте сразу после выборов, не создав коалицию, не может выступить за динонсацию этого договора? Я с вами не соглашусь. Ваша коалиция будет за что? За таможенный союз? За что будет ваша коалиция? Еще раз, я вам говорю. Что вас будет объединять с этими двумя партиями? Внешний курс страны, я об этом говорил до дону, когда встречался. Послушайте, вот сразу, вот мне нравятся молдавские политики, которые говорят, как пройдут выборы, сразу референдум. Послушайте, людям никто не объяснял, что такое евроинтеграция. Четыре года, я имею в виду, качество никто не объяснил. Никто им не объяснил плюсы и минусы таможенного союза. И давайте после выборов референдум. Это бред.